Приветствую вас. Честно говоря, вот, Алёна, вы не знаете, что вам делать, но мы, в общем-то, тоже не знаем, что вам делать. Потому что не знаю вашего мужа и практически не знаю вас. Что-то сказать про вас, конечно, уже можно и сейчас, но, наверное, я это сделаю чуть позже. Пока, пока, просто хотел бы сказать, что мы не знаем, что вам делать. Что делать, знаете только вы. И вы знаете, что вам делать, я уверен, но боитесь, вы боитесь это признать. Вы знаете, что вам делать. Абсолютно любой человек, в принципе, знает, что ему делать. Абсолютно любой человек знает, как ему поступать. Абсолютно любой человек в глубине души всегда знает, что делать. Абсолютно. Ну, при этом, при этом, вот, при этом, что важно, не рискует себе в этом признаться. И от этого, собственно, все страдания имеют место быть. Поэтому вам просто здесь нужно научиться быть жизненной с собой, я полагаю. Вот. И тогда ваш проблем у вас станет гораздо меньше, чем сейчас. Вот. Это, конечно, при условии, если вы хотите работать, ну, если вы хотите реально что-то менять. Следующее. Значит, вы находитесь, первое, в треугольниках Карпмана, где муж это агрессор, вы жертва, брат и родители есть спасители. Второе. Во-первых, по какой-то причине занижена самооценка, то есть, ну, не смотреть, с чем это, ну, с чем связано, что у вас занижена самооценка. Вот. Вот. И что с этим вам, ну, что с этим вам можно делать дальше, что с этим и как вам можно действовать в дальнейшем. Вот. Потому что, ну, самооценка, она по понятным причинам, да, сама по себе не пройдет и не исчезнет. Я имею в виду негативную самооценку, она по понятным причинам сама по себе никуда не уйдет, не денется как-то. Поэтому ваша задача заключается в том, чтобы, конечно, вот, как-то с этими моментами, с этими элементами разобраться, чтобы понимать, с чем связано подобное, да. Почему, например, вы позволяете, там, допустим, своему мужу, да, вам так ограничивать и ревноваться, например, чего вы боитесь, например, и так далее. То есть это все достаточно такие важные вещи, на самом деле. Вот. И задача с этими вещами разобраться. Разобраться как можно лучше, наверное, разобраться как можно качественнее, да, вот. Чтобы, значит, сейчас была максимально для вас полезна. Вот. Ну, я так думал, что, скорее всего, вы боитесь осознания. Вот. Так вот. Я полагаю, что вы боитесь осознания. Иначе фронт достаточно понятен. Понять причину того, что вы терпите, стерпите, стерпите, стерпите свой дат лучше. И взваливайте на себя чудовищные обязанности, не имея никаких при этом адекватных прав. Вот. С этой ситуацией можно и нужно будет поработать отдельно. Я рекомендовал бы вам изучить такой психологический драйвер, который называется «Матушка Хабард». для того, чтобы получить какое-то представление о том, что вообще с вами происходит. Потому что, как мне кажется, без этого у вас такого понимания, что ли, наверное, не будет. Вот. Чем удивительнейшим образом знаменит этот драйвер психологический. Это некий такой вот жизненный сценарий, как его еще можно назвать. Ну, в первую очередь тем, что «Матушка Хабард» это человек, который берет на себя очень много. Матушка Хабард – это человек, который максимально ответственный, гиберответственный и пытается решить вообще все проблемы других людей. Вот. И очень плохо думать о себе. Идеально, это такое «Матушка Хабард» – это изможденная женщина, которая, в общем-то, еле-еле предлагает ноги и тащит на себе громадный куль такой, с возможными продуктами, вещами и прочим. Вот. То есть, ну, не понимаете, что «Матушка Хабард» у женщины достаточно неприятно выглядят, но связано с тем, что она о себе не заботится. Вы, может быть, о себе, конечно, и думаете, но волей-неволей, все равно, рано или поздно, скорее всего, вы придете к, вот, к тому, что будете просто набраться и вставать настолько сильно, что вам не будет хватать сил для того, чтобы что-то для себя делать. Вот. И чем больше это будет, условно говоря, происходить, да, да, чем больше это будет, больше эта ситуация будет приходить. Тем, на мой взгляд, меньше вас будут ценить люди, и меньше вас будут любить, еще меньше, еще больше будут вас пытаться удалять, потому что нуждаемость у вас, она будет достаточно сильная. А это то, чего вы хотите быть нужным, на самом счете, потому что, в связи вот с вашими близкими людьми, да? А-а-а, точно-тоже такая, достаточно серьезная, очевидно. Вот. А-а-а, следующий, важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это момент, связанный с тем, что вы пишете про тупик определенно. Вот с тупиком тоже довольно интересная история. А-а-а-а, в тупике оказываются люди, которые не решаются как-то вот свою жизнь, знаете, что называется, изменить. Ну, вот, не решаются они. Но, при этом, очень хорошо делают это в критических каких-то ситуациях, в критических каких-то историях, ну, моментах. Ну, вот. То есть, эээ, критическая ситуация, эээ, Побволяет людям, таким людям, делать вот то, что в других ситуациях, вот при других условиях, может быть они бы делать никогда не стали. К сожалению, или к счастью, я уж не знаю. И не сложно догадаться в таком случае, что тупик, это то, что создаётся искусственно, в какой-то степени таким человеком. Искусственно, но не специально. И, в общем-то, человек благодаря этому получает возможность дать себе то, что он себе дать не мог из-за тех или иных причин. Ну вот. Кто его мне... Конечно. Вообще-то мог. Вообще-то мог, конечно. Но это... В некотором смысле... В некотором смысле... В некотором смысле это... Иллюзия такая, что я там чего-то не могу. Вот. Такая вот ссора. Такой... Момент. Вот. И, соответственно, с высокой долей вероятности у вас имеется что-то такое вот подобное. Да, это безусловно неприятно, но на мой взгляд гораздо лучше будет, если вы обратите на это своё внимание. Своё... Самое... Самое представленное внимание. Вот. И не позволите... В... 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 сейчас происходит ситуация так, что ситуация не управляет к моему большому сожалению. Ну вот, в принципе это наверное то, что я мог бы вам сказать на данный момент, это то, что я мог бы вам сейчас ответить. С учетом вот тех моментов, которые вы написали, да, с учетом того, что вы дали нам. Вот, а что сказать еще можно? Ну что ваш не изменится, он останется скорее всего таким. Ну а зачем меняться, нет никаких оснований для изменений. Вот, поэтому меняться только вам. Вопрос заключается в том, на самом деле, хотите ли вы меняться. Потому что, если я прав и вы имеете те проблемы, которые я озвучил, то меняться вы скорее всего не захотите. Вот. Это очень грустно, безусловно. Вот. Ну, по крайней мере это было бы честно. То есть, вот честно признаться, допустим, себе в том, что вот, к примеру, ну я допустим чего-то не могу. Мне, допустим, что-то не под силу, да, не под силу точнее. Ну вот, это конечно было бы безумно здорово, если бы вы смогли найти в себе силы и признали бы. что чего-то не можете, вот, и с чем-то не справляетесь. Но, опять же, я повторюсь, это исключительно вам решать и вы сами, как бы, определяете свою жизнь. Я могу только вам рекомендовать здесь, а вы уже сами будете действовать в том направлении, в каком вам хочется. Вот. Это то, что я могу вам сказать сейчас на данный момент, опять же. Причем, обратите внимание, обратите внимание, пожалуйста, пожалуйста, на то, что вы, как будто бы, вот, что называется, обижаетесь. Вы обижаетесь, что называется, на своего мужа, вот, как будто вы предъявляете ему претензии, вот, как будто вы, ну, вот, не много, не мало, ищите от него чего-то, вот, а на самом деле, правда, она заключается в том, что, правда, она может быть не очень, эм, такая вот, приятная, да, в том, что человек-то вам, как раз, ничего он не должен, что он всегда такой был. он был таким, но вы, может быть, редко отказывались его замечать, может быть, вы были озабочены своими целями, своими желаниями, своими какими-то увлечениями и так далее. Сказать однозначно, сложно однозначно сказать. Но, опять же, как я думаю, первое, что вам можно сделать, это перестать ожидать от своего мужа, что он как-то изменит, да, вот, перестать ожидать от мужа, что он как-то поменяется и что он может дать вам вот то, что вы хотите. Нет, может и не дать, просто вот он такой человек. Ну, вам имеет, конечно, вне всякого сомнения представить себе то, что вы будете делать, что вы будете делать, если человек останется таким, да, и дальше уже не входит. от этого решать, вот если человек не изменится, если человек не изменится от слова вообще, будете ли вы с ним. Потому что любовь, это всё, всё-таки принято, да, безусловно? Безусловно. Вот. Ну, о чём ещё можно подумать? Что между вами общего и чем был обусловлен выбор, да? А какая мотивация вашему мужу вести себя сейчас по-другому? С вами, собственно. Вот. Это всё вещи, на которые вам нужно обратить своё внимание. Если вы на этом сделаете акцент, да, если вы серьёзно возьмёте за работу, то, может быть, даже и отношения у вас с мужем сохранить получится. Вот. Хотя это, безусловно, не точно, и все и сорвать. Вот. Потому что, ну вот, на данный момент ситуация, она такая достаточно неприятная уже. Вот. И очень важно то, какие у вас чувства к человеку. Остались ли у вас чувства, я имею в виду, к человеку. Потому что, если нет, то у нас серьёзная проблема. Вот. Вот так. Это то, что я могу вам сказать. На этом всё. Наверное, не дотягивайте решение проблем. Для вас проблем никто не решит. Вот. Я надеюсь, что вам это было полезно. Обращайтесь к психологу самостоятельно, если у вас есть такая возможность. И помните, что, значит, физическое решение проблематика, да, именно физическое решение. Проблематика не решает саму проблематику по сути своей. К большому моему сожалению. Вот. Поэтому, если вы решите, что развод с вашим людям хорошая идея, вот, то, да, может быть, но на его месте вполне можно казаться другой мужчине. Вот. И не факт, что этот мужчина будет лучше, чем тот, с которым вы уже сейчас находитесь в отношениях. К моему большому-большому сожалению. Удачи вам. И всего самого. Всего доброго.